здравствуйте друзья вопросик с утречка меня зовут юлия пишу вам из украины по профессии программист работаю на должности java девелопер есть цель переехать сша работать но уже возраст 30 лет в планах есть через год-два переехать поработать мы сможем посчитали что поиски работы плюс переезд может занять около двух лет после переезда поработав 2-3 года захочется завести семьи у детишек уже 35 тянуть далее некуда семьей муж владислав тоже java девелопер вопрос у нас следующий скажите пожалуйста это правда что в штатах вообще не оплачивают декретный отпуск то есть после рождения ребенка либо сразу выходить на работу либо сидеть дома и жить на одну зарплату также мы слышали что очень сложно прожить на одну зарплату в штатах плюс хочется сразу взять в кредит сразу взять кредит на жилье машину поэтому одному работать получается не вариант в то же время получается что родив ребенка кто-то один лишается работы на все сто процентов возможно вы знаете как войти компаниях решается такая проблема может есть комнаты для младенца где можно оставить малыша на пару часов и пойти поработать в это время до полугода оставить ребенка полностью сняли и дома а самой бежать на работу также не выход кормить каждые два часа но вы понимаете единственным выходом может быть удаленная работа но мы рассматриваем худший вариант так как не все работодатели согласны с дистанционной работой у нас сейчас стоит выбор ехать в америку или нет очень хочется попробовать но в то же время не хочется остаться на грани выживания в то же время хотелось бы чтобы ребенок был гражданином штатов и вместе сможем продолжать зарабатывать для будущей семьи по ссылке там идет ссылка значит убедились то что никаких декретных нет там человек какой-то рассказывает да я глянул возможно в мире найти это каким-то образом решается как я уже раньше писала комната для младенцев не они на работе там и так далее давайте начнем с того что я не вполне понял я должен никто не понял как именно значит молодые люди собираются двигать в америку потому что только проскочим на желтенький проскочим значит потому что нет такого чтобы вот зазывали там понимаешь там заходи проходи там джава программист 2 джава программиста заходи вот тебе еще там на квартиру там на down payment быть нет такого поэтому там они говорят что два года у них займет попасть сша вот эту часть эту часть она как бы важно в расчетах да они год нам сейчас 32 года на то чтобы значит попасть сша еще три года там поработать там как-то не знаю поработать но и в общем глядишь вот тут и ребеночка там 35 родить как существенная часть этого плана вот эти два года ничего не понял но просто ничего то есть это может быть намного быстрее например если они там по политике приехали через полку если приехали подали на политику через полгода у них разрешение на работу там никаких двух лет нет ни не понадобится если там какой-то еще путь я но я не знаю какой честно может они думают в green card лотерео с двух раз выиграют не знаю но вот это как бы часть такая достаточно сомнительная для меня непонятная так скажем следующий момент я вот так читал и думал а как же вот люди которые нет ни джава программисты и вообще не программисты а просто в офисе где-нибудь работают или там в розничной торговле не получают они допустим там по 150 тысяч и даже по 92 а получают там не знаю 40 там 35 ничего детей что ли нету как они то живут вот понимаете то есть когда джава программист жалуются что ему там денег не хватает я дурищи господи да вообще тут революция должна была бы быть пойти нет революции то есть страна справляется да дальше там такая интересная мысль была что сложно прожить на одну зарплату в штатах программисту на одну зарплату прожить крайне легко в штатах может быть есть такие места в штатах где это не работает но скажем если вы хотите жить на манхэттене вам не хватит денег вам может быть и двух программистских зарплат не хватит то же самое в кремниевой долине например тоже вы можете не разгуляться на одну зарплату программиста никак это тоже правда но совершенно не обязательно жить в кремниевой долине там или на манхэттене но живите там где есть еще где то то есть программист востребован абсолютно всюду вы можете жить в таких местах и неплохих совсем даже места где на одну зарплату программиста и даже тестера я извиняюсь да за выражение значит и даже на зарплату тестера можно жить семье с ребенком то есть я я знаю таких людей вот и я вам случае бы приведу ли помню у нас есть известный блогер то дима шишкин такой у нас когда-то учился я вот помню что он когда работу первую нашел там не бог весть какие деньги были но первое вот ему жена гайта чего это при таких деньгах так это аж какой смысл за меня работать тогда что что я там получаю чтобы понимать и тестер начинающий первая работа если программ про программиста с опытом да вы чего правда было это во флориде значит не не в кремниевой долине конечно значит мысль о том что одной зарплаты программиста не хватит на жизнь там и так далее абсолютно неправильная мысль но абсолютно абсолютно теперь что касается всяких бенефитов таких там по рождению ребенка и так далее это все от вашего работодателя то есть где вы работаете вот там своя какая-то политика на этот счет есть например если вы работаете с вот допустим в портном компьютерскую маленькой конторе там всего 10 человек вот у нас и выгоди я там вот собралась там в декрет мы все очень рады и там и за вас и так далее но чисто материально например у нас нет таких фондов поэтому мы можем сказать ну хорошо но сколько времени займет значит возвращайся в любой момент мы тебя обратно возьмем до этого можем сказать если это большая контора например если на microsoft да значит я почему бы за microsoft же у меня светлана там работала и сейчас там работает муж нашей дочери там получше с этим делом то есть там есть понятие вот это вот потерна так матерните лиф потерните лиф то есть может так быть что например отцу разрешают взять отпуск оплачиваемые они нет 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 не только матери то есть вот так тоже бывает но это не продолжительно все нас я боюсь соврать там три месяца но ну хорошо вам три месяца оплате это это ничего кардинально не меняет значит что еще сказать но это это приятно это приятно потому что в больших конторах это есть то или иной форме в маленьких конторах этого нет в средних этого тоже обычно нет то есть если вы работаете там где вот это есть значит хорошо они значит нет но это не шесть месяцев как вот мы там до мысли о том что вот надо бы 6 месяцев там прежде чем ребенка в ясельке отдать и так далее если вы так рассуждаете но в конце концов до 6 месяцев держите ребенка дома значит вы не поработаете три месяца до или там три месяца вам оплатят три месяца вы не поработаете или вы шесть месяцев не поработаете ничего страшного вы вы за эти 6 месяцев совершенно ну как бы не обедняете я вас уверяю и ну конечно лучше получать деньги чем не получать но на ребенок это расход вы же когда ребенка заводить Это же расход. Это вам сейчас, когда вы только рожаете его, вы думаете, а кто мне оплатит вот это? А дальше что начинается? А дальше начинаются школы, секции, спортивные дела, летние лагеря, может быть, частная школа, может быть, вы не захотите, чтобы у вас ребенок в обычную ходил, может быть, вы в частную захотите. Очень многие дети ходят в частную школу. И даже у людей не сильно богатых, но они говорят, вот пусть ребенок ходит в частную, там ему комфортнее, лучше там и так далее. Я такого тоже много знаю. Значит, ребенок это расход. Тут без вариантов. Поэтому даже если вы там полгода, поскольку у вас принцип такой, даже если вы полгода поддержите ребенка дома и один из родителей не будет работать, ничего страшного не произойдет совершенно. Тем более, когда мы говорим о программисте, а не, допустим, человека, который получает в 3, в 4, в 5 раз меньше денег, где-нибудь еще. Вот, значит, желание сразу взять автомобиль. Автомобиль вообще не проблема. Автомобиль, это недорого стоит с точки зрения месячных платежей там и так далее. То есть, конечно, если вы захотите очень дорогой автомобиль, это будет дороже стоит. Но, вот, значит, взять денег на автомобиль не проблема. Там еще речь шла про дом, что ли. Да, сейчас я посмотрю. Плюс, хочется сразу взять кредит на жилье и машину. Сразу кредит на жилье вам не дадут. Просто выкиньте из головы. У вас нет кредитной истории. Пока вы пару лет в стране не поживете, вам никто не даст кредит на дом. Вот. Хотя, если вы там приедете, у вас уже будет с собой какая-то сумма там наличкой, так, чтобы вы могли там существенный даунпеймент сделать, тогда, пожалуйста, тогда не вопрос. Но это из мира фантазий. Вот приехал человек, и ему сразу, значит, там кредит на дом дали. Отвлекся на звонок. Значит, возвращаемся к нашей тематике. Как реально люди справляются? Давайте так, значит, от темы о том, какие бывают фантазии, переходим к теме о том, как реально все это происходит. Берут нянечку. Иногда вот она приходящая, иногда она с проживанием. Я не хочу там говорить, что у кого-то бывают еще и бабушки, там, и дедушки, и так далее. Это бывает, но это здесь как бы не массово, не типично. Поэтому, так, я пока эту тему отложу. Значит, на зарплату Java-программиста можно нанять много нянечек одновременно. То есть, разница в зарплате исключительно существенная. Поэтому остается только вопрос там покормить, да, что вот, допустим, пока ляля маленькая, значит, лялю надо там кормить грудью, там, и так далее. Ну, вот, по-разному решается в разных местах. Значит, где-то есть такая возможность там, допустим, отойти покормить. Значит, где-то сцеживают, да, как в СССР мы жили, тоже вот интересно. Значит, сцеживают, оставляют там из бутылочки, кормят. Вот, так. Есть садики, там есть ясельки, есть целая система этих детских учреждений. Как правило, они платные. То есть, есть и бесплатные тоже, но это отдельный разговор совершенно. Вот. И у двух программистов вполне хватит денег на все, и даже не программистов. Вот. И если у человека зарплата на уровне нянечки, то, может быть, ему лучше самому своего ребенка нянчить. А если у него зарплата, допустим, вот как у программиста, то, ну, значит, он как-то совмещает. Значит, может оказаться, что он там посидит на декретных там несколько месяцев. Он может за свой счет сколько-то взять, где дадут. Но дело еще в том, что с работой хорошо. Вот. Для программиста нет проблемы найти работу. Поэтому, если вы работаете где-то, и они не хотят дать вам какую-то поблажку. Поблажка может быть в форме, например, удаленной работы. Или, скажем, несколько дней в неделю удаленной. Там, из дома. Это может быть в форме какого-то графика, когда вы можете там пойти покормить ребенка, вернуться и продолжать работать. И так далее. То есть есть масса-масса вариаций на эту тему. Но такой вот системы, как была, допустим, я не помню, ну, скажем, в Советском Союзе, да. Когда там фабрика, и в этой фабрике там какая-то комната, и там эти дети, и там много работниц, которые вообще, им оставить ребенка не с кем, они одинокие матери, там, или еще что-то. Либо она может работать, либо она не может работать. И вот какие-то были такие системы. Вот. Здесь такого нет. Я не знаю, может быть, на заводах где-нибудь есть? Я не представляю себе. Я помню еще, знаете, что если мы так вот, на примере Майкрософта, там у них есть такая система от компании, присылают оплаченную няню на какое-то количество дней в году, значит, есть такая программа. То есть, скажем, если больше дней, надо самому оплачивать. Но, допустим, если родитель работает в компании, и у него ребенок приболел, там, ну, что-то случилось. И вот надо, чтобы кто-то с ним сидел дома, например, они присылают оплаченную няню. Няня сидит у вас дома. Есть, я припоминаю, у них там есть на кемпусе, в Майкрософтовском, там есть такое место, где с ребенком посидят. Вот, насколько я припоминаю, они обычно не пользовались, но такое место, вроде бы, здесь у них есть, в Маунтин Ю. Ну, да, тоже типа садика такого, но это, это опять что-то такое оплачиваемое, это не бесплатно все. Вот, примерно так. Ну, еще раз, когда мы на это смотрим, я бы, я бы рассматривал вариант самый неблагоприятный. Даже когда вам благоприятный, вы куда-то попали, и там вдруг какой-то такой локальный коммунизм, где все, все схвачено, тебе все дали, и ты только вот, значит, сидишь там и программируешь. Вот, я бы не шел этим путем, я бы сказал, хорошо, допустим, я вот в неблагоприятных условиях, может быть, это стартап небольшой, там у них нет ни денег, ни возможностей, и даже никакого такого нет. Даже на три месяца нет, там, может быть, две недели, бывает, две недели там дают, и там, чтобы человек разобрался немножко, обустроил свои дела и дальше двигался. Так, так тоже бывает. Поэтому, в общем, вопрос решаемый. Миллионы людей решают, так скажем. Теперь, все-таки, возвращаясь к началу письма, я еще раз хочу сказать, что самое сложное во всей этой истории, которая в этом письме описана, значит, самое сложное во всем, это таки, да, попасть в Америку, иметь разрешение на работу, и чтобы, в принципе, все остальное могло как-то произойти, чтобы иметь вот эту проблему, где взять деньги, как рассчитаться, значит, там, с первого дня, там, на дом, что-то такое, там, на машину, и там, вот, чтобы это все могло как-то случиться, вот, надо сначала оказаться в стране легитимно, с правом на работу и так далее. И в завершение, еще раз я повторю такую мысль, может быть, не сложную, но, что ребенок это расход. Ребенок это расход, и это ваш расход. Это ваш расход, вам никто не обязан. То есть, конечно, есть такие страны, где вам что-нибудь такое дадут, там, какой-нибудь бонус, там, или, я не знаю, что-то такое вам повесят, но это получается из общественных фондов. И если вы спросите себя, а откуда берутся общественные фонды, то они берутся из денег граждан, которые те недополучают. И, как правило, общественные фонды формируются из денег тех граждан, у которых есть что взять. Потому что те, у кого взять нечего, они и в общественные фонды ничего не докладывают, они как раз из них больше получают. Поэтому семья из двух программистов гораздо больше заплатит в общественные фонды, чем получит из них. Такое вот у меня размышление на этот счет. Так что давайте я в завершение, может быть, еще одну вещь скажу. Сейчас там люди считают, если отменить полностью Обама-Керр, там, и что там будет дальше, то вдруг выяснилось, что люди, которые получают где-то от миллиона, там, и больше, на семью, богатые люди. Достаточно. Зажиточные такие. Вот. Эти люди сэкономят в год, вот при миллионном доходе, они сэкономят 33 тысячи долларов в год. Вы подумайте. 33 тысячи в год при отмене Медикера. Потому что когда начинаешь смотреть, там, откуда деньги в этом... Я извиняюсь. Обама-Керр. Я оговорился. Обама-Керр. Откуда деньги в этом Обама-Кере? А богатые. Потому что у бедных денег нет. Значит, деньги берут за богатых. И там дополнительные налоги, тут, здесь, слева, справа и так далее. Оказывается, что люди, которые много зарабатывают, 3% денег, больше 3% денег, которые они зарабатывают, уходят на финансирование Обама-Кера. Вот деньги где. То есть, следующий вопрос, откуда возьмутся деньги, которые там республиканцы хотят потратить, это отдельный вопрос. Но к чему я говорю? 33 тысячи в год на хаус-холд богатенький. А, соответственно, если он 2 миллиона зарабатывает, еще больше, там, 3 миллиона, еще больше. Таких людей тоже много, они есть. Вот я возвращаюсь к программисту. Да, значит, программисту дешевле получать деньги в руки и тратить их на какие-то свои потребности, чем, например, платить какие-то большие-большие налоги, там, социальные программы и получать из социальных программ. Социальные программы для бедных, не для богатых. Программисты, тем более семья из двух программистов, это богатые люди. Очень, очень богатые, привилегированные, можно сказать, элитарные люди. Если они живут не в Кремниевой долине, там, не в Манхэттене, а живут где-нибудь во Флориде, они могут каждый год по дому покупать. У них еще останется. Понимаете? Так что, ну, естественно, с кредитом не просто так, но это богатые люди, поэтому психология бедного здесь не годится никуда. Счастливо!